МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В развале Советского Союза был налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, согласно которых, одинокие мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и одинокие женщины от 20 до 45 лет были обязаны перечислять 6% от своей зарплаты государству. Исключение было сделано лишь для тех граждан, которые не могли иметь детей по медицинским показаниям. Автор законопроекта предлагает многодетные семьи делить на малые имущие, зажиточные, что частично получают дотации от государства, и состоятельные. Если в семье 3-4 ребенка, каждый месяц выплачивать по 25 тысяч рублей, по 100 тысяч, если детей более 8. Сколько будут брать денег с бездетных россиян, пока неизвестно. Ну, я считаю, что неправильно. Сейчас детей иметь, вы сами знаете, это дорогое удовольствие. Должен какой-то налог за то, что он хочет жениться, хочет не жениться, или наоборот. И зачем за этот налог-то брать? Конечно, само правительство должно выделять какие-то деньги для поддержания. Ой, так много налогов, наверное. На все налоги. На машину, на квартиру, на землю, на дом. Еще и на безделье. Как так уж. Опрос, проведенный изданием Федерального собрания, показал, что подавляющее большинство россиян против налога на бездетность. А две трети считают, что он ущемляет тех, кто не может иметь детей. Поддерживает законопроект лишь около 8% опрошенных. Многодетный отец Артем Кузнецов считает, что закон в случае его принятия работать не будет. Сейчас разводов 50%. Официальная статистика. Это о чем говорит? Что люди живут в нелюбви, а в нелюбви какие дети-то? Кто их заводить-то будет? Надо культивировать все-таки обычные нормальные семьи. Надо заниматься этими семьями. Надо показывать государству, что эти семьи для них важны, что они о них заботятся. Давайте вот наши возьмем большие семьи, да, многодетные. Нам столько всего она обещана. А вот спросите у нас у каждого, пожалуйста, много ли мы получаем от государства? Я вам скажу, такие копейки по большому счету.